всем огромный привет я она константинова рада видеть вас на своем канале в этом видео я покажу как сделать мышь снегурочку из фетра своими руками символ 2020 похожую мышку вы уже видели на моем канале я ее одела в костюм снегурочки и изменила некоторые детали этот мастер-класс я сделала по просьбам моих подписчиков также напишите в комментариях хотите ли вы чтобы я сшила к этой снегурочки деда мороза и скорее всего это уже будет моя последняя игрушка из фетра в этом году для работы нам понадобятся следующие материалы фетр нескольких цветов ножницы нитки иголка тонкая лента 0 3 сантиметра наполнитель для игрушек вот такая тесьма клей-пистолет глазки диаметром 6 миллиметров бусинки диаметром 4 миллиметра черная леска для усов коричневый бисер и выкройка выкройка будет в описании под этим видео формат этой выкройки а4 если вы будете рисовать выкройку самостоятельно то все размеры указаны в сантиметрах и так давайте начинать вырезаю все детали по шаблону первым делом я вышиваю бровки реснички и рот на мордочке беру белую деталь сверху накладываю серую деталь глазки я прорезала маникюрными ножницами бровки и реснички я вышиваю коричневыми нитками шью в две нитки бровки прошиваю по два раза реснички по одному разу друзья подписывайтесь на мою группу вконтакте она называется также валяшки там будут собраны все мои выкройки мастер-классы также присылайте мне фотографии ваших работ сделанных по моим мастер-классом в хорошем качестве и будем их публиковать ссылка на группу будет в описании под видео как вы уже наверное заметили я так сильно увлеклась шитьем игрушек из фетра и самое главное мне нравится и сам процесс и результат это связано с моим ребенком моя доченька их просто обожает а я все делаю для нее завязываю два узелка и обрезаю нитку теперь беру красные оранжевые или розовые нитки и вышиваю мышки улыбку мне многие пишут в комментариях что понравились мои игрушки а я попробовала и у меня швы получились не такие аккуратные как у вас на самом деле это дело практики первые мои игрушки тоже были не идеальны но вот если сравнивать сегодняшних мышей и прошлогодних поросят разница есть так и у вас первая игрушка получится может не совсем аккуратная вторая будет лучше пятая будет еще лучше а десятая будет идеальной вот такая симпатичная мордочка у меня получилось отрезаю тонкую ленту 0 3 сантиметра длиной 25 сантиметров для облегчения процесса шитья я подклею все мелкие детали на клей-пистолет чтобы они не сдвигались и мне было удобно шить при желании эти детали можно пришить я показываю самый простой и быстрый способ на каждое ушко клею розовую серединку подклеиваю ее вверху и немного внизу обратите внимание клея я наношу очень мало чтобы он не мешал мне сшивать детали моя задача зафиксировать все мелкие детали наношу капельку клея и сворачиваю каждая ушка вот таким образом и еще обратите внимание ленточку ушки я клею не на самый край нижней детали а чуть чуть ниже клею глазки на мордочку друзья хочу обратить ваше внимание на один нюанс вот этот хвостик ушка должен быть внутри это запас на то чтобы вы его приклеили и клей не вылез снаружи должна выглядывать только вот эта часть вот посмотрите как это выглядит на примере моей игрушки к туловищу мышки пришиваю кончики лапок из другого цвета фетра можно их пришить на швейной машинке я пришиваю вручную получилось вот так вторую такую же деталь делаю аналогично если вам покажется это сложным то можно вырезать цельные детали из одного цвета фетра но с такими лапками конечно красивей начинаю сшивать туловище мышки я шью нитками для шитья в тон своей игрушки шью в одну нитку обмёточным швом поскольку горлышко узкое туловище лучше наполнять постепенно обшила большую часть начинаю распределять наполнитель по нижним лапкам деревянной палочкой туловище готово и сразу сделаю на него шубку снегурочки на голубую деталь клею белый мех из фетра следующим образом при желании его можно пришить нитками обратите внимание вот здесь вверху лучше немного не доклеить чтобы клей не мешал вам шить шубка почти готова ее осталось лишь украсить я ее обшила нитками и потом еще украшу бусинками вы же можете украсить на свое усмотрение как вам захочется одеваю шубку на туловище и переходим в голове далее сшиваю голову начинаю вот отсюда с вот этого уха в тех местах где уши ленточка прокалываю иглой затем вывожу ее обратно на лицевую сторону и пропускаю иглу через петельку и у нас получается продолжение строчки прокалываю иглой затем возвращаю на лицевую сторону и пропускаю иглу через петельку немного продвигаю наполнитель вниз затем сжимаю верхнюю часть туловища и вставляю его в голову в этом месте у нас должен быть такой же шов прокалываю иглой затем возвращаю ее на лицевую сторону и пропускаю иглу через петельку и у нас получается продолжение строчки прокалываю иглой затем возвращаю ее на лицевую сторону и пропускаю иглу через петельку туловище прошила не обрезая нитки наполняю голову наполнителем для игрушек. Я оставляю такое отверстие, чтобы мне было удобно наполнять пальцем. Наполняю наполнителем не очень плотно, но и не слишком мало, средне. После чего зашиваю отверстие обмёточным швом. Завязываю два узелка. Узелки находятся под ухом, поэтому их малозаметно. Вот что у меня получилось. Тело готово, основная работа сделана, перехожу к мелким деталям. Сделаю верхние лапки, накладываю голубую деталь на розовую, сверху кладу белый мех. Все это я прошиваю так же, как пришивала кончики лапок к телу мышки. Прошиваю только с верхней стороны. Обратите внимание, я прошила все три детали, то есть у меня все держится надежно и ничего не развалится. Музыка. 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 Сшиваю две детали вместе, оставляю небольшое отверстие. Музыка. Оставляю небольшое отверстие, через которое наполняю лапку наполнителем деревянной палочкой. После чего зашиваю отверстие обмёточным швом. Вторую лапку обшиваю в зеркальном отражении. Клею глазки на мордочку. Я использую глазки диаметром 6 миллиметров. Я их покупала на Алиэкспресс. Беру чёрную леску, отрезаю два маленьких кусочка и клею их на мордочку. Сверху клею нос. В качестве носа я использую маленькую чёрную бусинку диаметром 4 миллиметра. Музы. Музы. Музы можно немного подрезать. Теперь сделаю кокошник. Вышиваю такой же узор, как я сделала на шубке. Беру коричневый бисер и нанизываю его на нитку. Мне понадобилось примерно 12 см бисера на нитке. Беру другую иглу с белой ниткой и начинаю обшивать кокошник. Узелки прячу внутрь. Шью обмёточным швом. Обшиваю каждую бусинку вот таким образом. Дошила до конца. Теперь для надёжности беру иглу с коричневой ниткой, завязываю узелок и пропускаю эту иглу ещё раз через все бусинки вторым слоем. Завязываю узелки одной, затем другой иглой вот здесь внизу. Эти узелки закроются ухом, их не будет видно. Вот такой кокошник у меня получился. Теперь украшаю его мелкими белыми бусинками диаметром 4 мм. Все мелкие детали готовы. Теперь клею их на тело мышки. Прикладываю верхние лапки и смотрю, в каком направлении их лучше приклеить. Затем клею на клей. Клею кокошник на голову мышки. Посмотрите, какая красота получается. И заодно украшу этими же бусинками шубку снегурочки. Чуть не забыла про хвост. Отрезаю две полоски 0,7 на 11 см. Скругляю их по краям. Далее сшиваю две детали обмёточным швом. По мере обшивания хвостик сам начинает закручиваться. Вот такой хвостик у меня получился. Его можно закрутить, как вам надо. Клею сзади хвостик, таким образом, чтобы он выглядывал спереди. В завершении своей работы сделаю мышке воротник из вот такой тесьмы. Отрезаю лишний край и клею тесьму вокруг шеи. Начинаю вот отсюда, с задней стороны. Вот такие сказочные снегурочки у меня получились. Так и хочется сказать, где Дед Мороз? Придется его сшить. Друзья, если вам оказалось полезным моё видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые, не менее интересные видео. Пока-пока! Коллекция моих мышей всё время пополняется. Всех моих мышей смотрите в плейлисте «Символ нового года 2020», который будет в описании и конечной заставке. Субтитры подогнал «Симон»!